Вот уже два года подряд юные жители Расторгуевской части города Видное показывают свое мастерство владения мячом на турнире по дворовому футболу. Спортивное мероприятие было организовано при поддержке сотрудников местного территориального отдела и депутата Совета депутатов Гаджимурада Гаджимурадова. Возникла у нас ситуация после того, как дети испортили мост в Расторгуевской части города, в Расторгуевском парке. И тогда мы поняли, что сейчас это мост, завтра это будет забор, послезавтра это будут аттракционы, всякие игровые формы. И поэтому детей их не удержать в рамках какой-то дисциплины. Им нужен досуг. Каждый понедельник в пять часов вечера мальчишки и девчонки собираются на стадионе второго корпуса Видновской школы номер пять, чтобы сразиться в очередном поединке. Сначала у нас начинается разминка, потом мы делимся на команды и играем. В турнире таймы сокращены до 15 минут, а так все как в большом футболе. Поддержка болельщиков на трибунах, острые моменты у ворот, игрокам, нарушающим правила, желтые и красные карточки от судьи. Судить очень просто, главное не очень строго, чтобы, так сказать, малыши и ребята младшего возраста на меня не обижались, потому что, ну, кто любит судью, никто практически. Но все же я стараюсь дружелюбно ко всем относиться. Команды разделены по возрастным группам. Участник турнира Дима Сосенкин профессионально занимается футболом. Считает, что при распределении нужно учитывать и уровень подготовки начинающих футболистов. Потому что некоторые ребята могут ходить на футбол, некоторые нет. И, ну, этим ребятам, которые, так сказать, не очень хорошо играют в футбол, будет трудно играть против таких, как я. Вместе с мальчишками в футбольных баталиях участвуют и девочки. Аня Пищулина не пропускает ни одну игру. Было очень сложно играть. То есть там была маленькая девочка, но взрослых в моем возрасте не было. Это сложно было. Мальчики только пинали мяч, мне практически не давали. Победитель по итогам матча определяется среди старших и младших команд. Для ребят результат встреч очень важен, чтобы проанализировать ошибки и не допустить их в будущем. «Соперники были, играли нормально. Ну, и я тоже нормально. Я мог сыграть лучше, потому что я устал очень». «Вначале было мало ребят. Сначала они понимали, кто, чего, зачем. А сейчас, как бы, уже получается, как само собой разумеющееся, что по понедельникам 5 часов футбол. Дождь, снег, солнце. Ребята приходят. Задача заманить ребят, завлечь. Это уровень, общеразвивающий уровень. Здесь не спорт, это какие-то достижения с завоеванием каких-то разрядов, а для того, чтобы интерес». Участие в турнире может стать первым шагом на пути к профессиональному спорту, ведь многие знаменитые футболисты начинали свой путь именно с игр во дворе. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.